Это, конечно, пока не Кремниевая долина, всего лишь аэрокосмическая, но при всей пафосности своего названия, инновационный центр тоже все-таки центр прикладной. По крайней мере, создатели его позиционируют именно так. А среди кураторов проекта есть и крупнейшие концерны «Алмаз-Антей», тактическое ракетное вооружение, госкорпорации «Объединенная авиастроительная» и «Роскосмос», глава которой Юрий Борисов, кстати, обратился к присутствующим по видеосвязи. Все-таки очень рассчитываем, что вы найдете время и лично уже приедете, посмотрите. Нам есть что показать. Очень ждем. Павел Ильич, обязательно приеду. Спасибо за приглашение. Обязательно приеду. Основными сферами деятельности научно-технологического центра заявлены аэрокосмическая, биомедицинская технологии, а также электроника и радиотехника. Теперь именно Рязанская область должна стать местом притяжения всех лучших умов страны. Первые 14 резидентов подписали соглашение прямо на открытии аэрокосмической долины. Еще 36 в томительном ожидании. Как уточнил Павел Малков, среди них есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракетоносителей. Вот это очень большой шаг вперед. Это огромный набор возможностей для Рязанской области. Сюда поедут люди. Здесь будут рождаться новые технологии. Здесь будут появляться новые производства. Это просто развитие. Это просто движение вперед. Конечно, для Рязани это очень важно. Сейчас мы видим, что в условиях санкций есть огромная востребованность в некоторых технологиях, которых, может быть, у нас сейчас нет, которые нужно создавать. Вот это то самое место, где они будут создаваться. Поэтому давайте себя рабочими местами не будем ограничивать. Будем, наоборот, работать над тем, чтобы таких проектов было как можно больше. Предварительный объем инвестиций что-то около 13 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание нужной инфраструктуры. Что же касается земли, то Рязанская область одарила долину щедро. 20 гектаров прямо сейчас, еще 120 в перспективе. Административно аэрокосмическую инновационную долину разместят в казармах бывшего училища связи. Здесь обустроят центр управления, лабораторию, бизнес-акселератор, образовательный центр, зоны бизнес-сервисов и консалтинговых услуг. Все резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы, возмещение таможенных платежей и другие преференции. Продолжение следует...